так мы едем сейчас на три трейли первый раз это такой поезд который едет из наших пригородов которые находятся рядом с майами дома я не до городов рядом вот сегодня мы поедем первый раз голливуд он есть не только в аллее но еще и в майами тоже такой город вот поэтому посмотрим что там творится я вам покажу как раз этот поезд он стоит сколько стоит 3 или 5 долларов сейчас узнаем вот и должен около 40 минут тех посмотрим как там вот так это все выглядит уже подходе сейчас будем узнавать сколько билеты конечно не совсем вот это вот есть аппараты чтобы купить билетики наверное здесь тоже будет покупать обратно в 9 40 в общем вот купили за 5 долларов два билета они действуют на целый день мы можем ездить туда и обратно сколько угодно раз течение за 5 долларов оказалось купить не так уж и просто было этот билет потому что интересно что оказалось что когда ты вводишь карточку в эти аппараты в которых нужно было еще зип-код ввести банка где ты делал свою карточку это зип-код это тебя почтовый короче инда как у нас всегда туда вот нужно его было ввести вот такие вот интересные новости снижение вот 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 Катюша, что ты делаешь? Я готов. Мы приехали в Казахстане и мы должны встретиться еще с нашей знакомой, точнее скромной ученицей. Это удивительно, что в Казахстане она танцевала у Ромы, она из Казахстана, из Алматы, но сейчас в Майами она приехала к своей дочери Косте и сразу пришла к Роме на занятия. И вот сейчас мы приехали в Голливуд, где она живет и она нас сейчас должна встретить. В общем, вот так вот. Вот это мы в Голливуде. Ой. О, полис. Вот мы на такой вот набережной. Здесь вот так все выглядит. А у нас это стало заниматься рядом. Просто посмотрите какой вид. Вот это вот просто самая охрененная локация, только где можно жить. И я на планете локации. Слушайте, как он слетел, и оно получается. О, ужасно. Надеюсь, с ними все в порядке. О, ужасно. 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 дойти сейчас в сторону пляжа, потому что говорят, что там какие-то вроде как сегодня ивенты, мероприятия. Ну, посмотрим. В целом мы просто хотим смотреть на пляж, потому что сегодня выходной. Вот такие вот дела. На праздник, я разуплала в честь дня независимости. Я какому-то в локацию какого-то заброшенного бара, и мне очень хочется сфоткаться. Сейчас буду Рому опять заставлять. Мой фотограф, он как раз недавно купил пленку. Кстати, напишите в комментариях. Как вам локация? Я здесь, надеюсь, прикреплю кадры, которые у нас получились. Пам-пам-пам-пам-пам. В общем, походу тут только все начинается еще, потому что очень жарко, хотя время где-то 6. И мне кажется, что все будет гораздо позже, а пока что это выглядит вот так. Попробуй, может, стоить с стороны? Попробуй. О, да, это ты. Видно? Как будто мать раз-два-три четыре с половиной ребенка. Тут что-то полиция фоткается. Так весело. Да, полиция на таких байках приехала, они там фотосессию устроили. Все наряжены в цвета флага. Короче, на пляже будет салют сегодня вечером, как мы слышали. Не знаю, правда это или нет. Ресторан даже расширил себе еще вот так площадку. То есть люди будут за решеткой, видимо, сидеть в ресторане и смотреть салют, наверное. И мы еще пришли на центральный пляж. Здесь просто очень много народу. Но интересно то, что люди все-таки любят быть в самую жару на пляже. И в это время все уходят. А мы только приходим. Кстати, еще не так давно я в фейсбуке в разных группах читала про в близлежащих городах про случаи с Ахлоном. И поэтому в последнее время было как-то немножечко страшновато идти на пляж. Короче, ну, все купаются. Все купаются. Мы искупались, и вот сейчас идем еще дальше посмотреть, что тут происходит. Тут вот такие вот сцены всякие, какие-то разного рода напитки. Сейчас, может быть, что-то и затестируем. Эмпанадосы. Вот, взяли мы лобстер, сейчас посмотрим, что там. Много-много фетчупа. Вау. Ой, так он пока один. Это картошка, по-моему. А вот это что? Это масло. Будем поливать масло. Давай чуть-чуть польем. Может, карашек полить, попробовать, если отстойно. Это просто масло вообще? Да. А, ну, чуть-чуть можно дать. Так, ставим уличной еде, то есть фастфуду лобстера, вот в таком вот фудтраке мы его покупали. Кузин мейн лобстер, кузин мейн лобстер. Рома ставит девяточку из десяти. Так, и я, моя оценка, ну, сам лобстер, он объективно вкусный, он просто лобстер. Картошечка, ну, так, я рада лобстер, так вот, покупал, ну, моя оценка, пожалуй, семь, в десяти. В общем, моя оценка семь. За что? За лобстер. Нет, за что такая оценка? Потому что лобстер очень вкусный, как всегда, как сам по себе лобстер. Картошечка такая себе, как по мне, ну, отмечула. Мне понравилась картошечка, она была такая, кто, короче, знает драники, такое блюдо из картошки, вот она похожа была как драники, только таких, как голы, такие, как митболы. Такая. Мне, наоборот, понравилась, потому что здесь часто очень, не очень вкусная, короче, картошка, а это прикольно. жилая. Американский флагер. Рома очень сильно хотела задать их в мире для того, чтобы обмахиваться и просто можно сказать, что вырвал до нас на третьем флагере. Теперь у нас есть первая для жизни американский флагер. Ребята тусуются на тихой вечеринке. Каждый своем. Собираем вино. Катюш, в итоге какое вино тебе больше зашло? Мне ровно. У меня франциска, какой-то там с ягодными травесками, но для меня итальянская тоже с ровными и с ровными и с ровными. Собираем. Спасибо. Субтитрысал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok